Привет! Лешка и Миличев, у нас появилась добрая традиция проводить маркетинг тех или иных направлений. Я сегодня расскажу два конкретных груза, две конкретные перевозки, которые вот у меня были, есть, для того, чтобы показать две вещи – цена, а также сроки. Итак, мы разбираем направление следующее от Китая на Клайпиду, перегруз в Клайпиде в тент, обычно белорусский тент, дальше дорога в Минск, в Минске таможня, и далее из Минска в Москву уже растаможенный груз с выдачей клиенту по купле-продаже от ООО на ООО за рубли журналом купли-продажи. Начну с контейнера, который уже в Москве, но на самом деле еще не в Москве, но уже подъезжает МКАДу вот на данный момент. Это то, что уже случилось, это то, что уже история, это то, что уже факт. Итак, перед нами задача и цифры. Задача ставилась такая – сороковка «Хайкью» из Циндау в Москву, 19 тонн масляные радиаторы. Готовность груза была 10 августа, и вот этот груз сейчас, как раз в данный момент, подъезжает МКАДу в Москве. В августе у нас на Эвергрине был сороковка на FIFO от Фоб Циндау до Клайпиды, включая фрахт, включая все серные надбавки, их две. Одна – это китайская, по-моему, порядка 40 долларов за «Хайкьюб», и вторая – это балтийская, это 100 долларов за «Хайкьюб». Цена у нас на вот этот фрахт, FIFO, на самом деле это называется, или его очень называют FIOS, 1440 долларов США. Далее контейнер прибыл в Клайпиду, в которой мы заплатили портовые, это порядка, не порядка, а точно 214 евро. Мы заплатили за перегруз из контейнера в белорусскую машину и документы – 250 евро. Тракинг Клайпида, Минск, Москва, таможня в Минске, все таможенные платежи в Минске, и выдача со склада российской компании в Москве на российскую компанию получателя с журналом купли-продажи и с переводом денег на российский счет, естественно, в рублях. Вот эта стоимость от Клайпида до Москвы составила 11 тысяч долларов. Итого у нас все вместе, вся процедура от FOP-циндао, сроковка, «Хайкьюб» до Москвы составила 12 тысяч 440 долларов США. И последние сроки, сроки, сроки. На самом деле вся перевозка, вот при условии, что сегодня машина встанет на склад и завтра утром мы начнем выдачу этого товара клиенту, составила 46 дней. В порту контейнер загруженный был 12 августа, 21-го он был в Клайпиде, 24-го он был в Минске, 27-го сентября он был в Москве. Ну, для того, чтобы подтвердить эти цифры, вот я вам привожу расписание с сайта Evergreen. Это реальное расписание, это то, что уже было, это факт. Итого, вот такая вот у нас история, успешная, 19 тонн масляных радиаторов, от FOP-циндао до Москвы, включая таможню, составила 12 тысяч 440 долларов и по срокам заняло 46 дней. Ну, для того, чтобы рассказать, как происходит эта ситуация в дальнейшем, я вам расскажу контейнер, который мы только-только забукировали. Вот, речь идет о сороковке High Cube, Минкбо, Москва, 11 тонн, это сантехника, причем очень сборная сантехника, там и краны, и фурнитура сантехническая, и фарфор, и фаянс. И всякие трубки, и так далее, и так далее. Ну, на самом деле сборник, сборник сантехники. Цена у нас очень сильно падает сейчас, и, соответственно, цена на FIFO, FIOs от FOP-нингба до Клайпиды, составляет на сегодняшний день 990 долларов США. США, забегая вперед, скажу, что, по-моему, с 8 октября эта цена уже падает до 850 долларов примерно на Клайпиду. Ну, как и в прошлый раз, фракт и серные надбавки включает эта ставка. И вот ставка Клайпида, Минск, Москва на сантехнику на 11 тонн получилась совершенно случайно такая же, как и на масляные радиаторы. 11 тысяч долларов. И тоже, включая портовые, тоже включая перегруз, тракинг, таможню в Минске и выдачу со склада в Москве. Итого, вот этот контейнер, который выходит у нас из порта, вот фактически 30 сентября, нам обходится в 11 990 долларов США, включая все. И вот тут интересные сроки. Значит, контейнер тарится завтра на складе у отправителя. 29-го он будет в порту Нингба. Отправление из Нингба 30-го числа. 3-го ноября контейнер будет в Клайпиде. По нашим прикидкам 7-го ноября он будет в Минске. И 11-го ноября он будет доступен, груз будет доступен к выдаче в Москве. Вот такой вот контейнер, который выходит, но я еще раз подчеркиваю, что цена валится и валится достаточно быстро. Поэтому аналогичный контейнер уже через месяц будет стоить порядка 11 700-11 800 долларов США. Ну и для того, чтобы тоже подтвердить расчеты наши по срокам, вот перед вами расписание с сайта Evergreen. Ну на этом, наверное, все. Вот два примера доставки грузов через Клайпиду. Тема очень хорошая, очень горячая. Единственный нюанс, чтобы вы не подумали, что все так сладко. В Минске бывают досмотры. Если машина попадает на досмотр, то это 2-3 дня. Может затянуться и на неделю. Вот. Если очень большое количество минований, то, скажу прямо, иногда это затягивается и на месяц. В этом году уже 3 или 4 машины были отправлены на досмотр. И этот досмотр, в общем, занимал под месяц. Хотя были досмотры, например, на прошлой неделе, которые занимали, в общем-то, несколько дней. Вот, в принципе, в двух словах маркетинг направления Китай, Клайпида, белорусская таможня, Москва. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok